Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор самых нелюбимых, самых бесполезных и самых неработающих средств лично для меня, Waven. Первое, с чего начнем, это маска In You ночная. Я вам буду сбоку здесь оставлять фотографии и средств, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Для меня маска вообще на самом деле жутчайшая. По-моему, по стартовой программе она мне приходила, если я не ошибаюсь. Это настолько тяжелая консистенция для жирной комбинированной кожи, что высыпания практически моментально были от нее на следующее утро, но я ей все равно давала второй шанс и не сложилась у нас совсем. Маска бесполезная для молодой, для жирной, для комбинированной кожи. Я не спорю, она, возможно, подойдет для возрастной, для сухой, для очень сухой, обезвоженной кожи. Может быть, она где-то как-то подойдет. Я ее добила на зону декольте, и то даже на зоне декольте девчонки от нее появлялись прыщи. Абсолютно бесполезный продукт. Не посоветую девчонкам с жирной комбинированной кожей, даже вот не надо. Следующий продукт – это маска-пленка от ИНЮ. Золотая. Мы с вами тестировали ее, наверное, год назад, когда у нас были с вами рождественские гадания. Да, и никак. Ни мне, ни соседке, которая кожа возрастная и сухая, не понравилась вообще. Абсолютно. Я не могу понять, почему такие цены на такие бесполезные продукты. Это, конечно, маркетинг, это все понятно, но когда продукт совсем не работает, почему на него такая бешеная цена? Она, по-моему, без скидок, 500-600 рублей стоит. Вообще ничего. То есть даже функцию маски-пленки она не выполняет. Вы ее наносите, она засыхает, она так легко снимается, она может сама с лица даже у вас отпасть, и все. Она очень легко снимается, не делает абсолютно никакого эффекта пилинга, который должна делать маска-пленка, да, очищение, ровным счетом ничего. Вот она засохла, вы ее сняли, и все, и ничего абсолютно. Для меня неработающий продукт. Я не могу понять, почему некоторые девчонки прям пили ей хвалебные отзывы. Не знаю, вообще никак. Вот линейка у нас, господи, Планета Спа, гораздо эффективнее маски, гораздо эффективнее. А это вообще никак. Один из просто жутких для меня продуктов, это молочко для снятия макияжа из линейки Avon True Nutra Effect. Не Avon True Effect, Avon True Просто. Я себе, девчонки, написала на бумажке, чтобы не забыть, о чем хочу сказать. Подготовила фотографии. Молочко, по-моему, мне тоже приходило по стартовой программе, потому что так бы я его никогда не купила. Сейчас, в эпоху, в эру, когда есть потрясающие гидрофильные масла, потрясающие двухфазные и просто мицеллярные воды, применять молочко вообще само по себе как-то, ну, неудобно. Это, во-первых. Во-вторых, именно это молочко, оно шутка разъедало глаза просто. Это какой-то капец. Во-первых, неудобно, да, наносишь на ватный диск молочко и что-то там этим молочком в азюк и тереть неудобно, когда можно приложить мицеллярочку, да, и все растворится немножечко, протереть, все, красота. Здесь сам формат неудобный, и как же она щипет глаза, это просто какой-то капец. Я потом раз 20 умывалась и не могла вымыть с лица вот эту вот гадость. Перед глазами сразу пелена, как будто ты слепнуть начинаешь. Не знаю, девчонки, для меня это жуткий продукт. Никогда в жизни никому бы его не посоветовала, но тоже видела, что некоторые девчонки его любят. Не могу понять этих отзывов. Дальше туши. Я, перепробовав множество тушей в Эйвен, не нашла для себя ни одну подходящую, девчонки, совершенно ни одну. Какие-то осыпаются, какие-то отпечатываются, какие-то просто делают из ваших ресниц какой-то ужас. Паучьи лапки и так далее. Тушь Супершок, это отдельный разговор вообще. Просто гадость редкостная. Тушь, которая вот это вот внизу, знаете, крутится такое колесико, и там три режима прокраски ваших ресниц. Это вообще ужас ужасный. Паучьи лапки как-то не расчесываешь, что-то не делай. И сам продукт, который внутри тюбика не нравится, и кисточки какие-то у них недоделанные все. Не знаю, не могу ни одну девчонки похвалить, для себя так ни одну и не нашла. Крема Нутроэффект. Наверное, все абсолютно, многие я пробовала, многие в пробниках, многие так. Я не знаю, под кого они, девчонки, делаются, для какой кожи, я не могу понять. Мы вместе с вами тестировали матирующие крема из линейки Нутроэффект, которые для жирной, для комбинированной кожи и должны справляться с задачей выделения себума, да, или хотя бы, ну, слегка мотировать. Но какие, ну, как может матирующий крем сделать лицо таким жирным, я вообще не понимаю. То есть сплошная маска жирная на вашем лице, которая не впитывается ни при каких условиях просто, и крем ощущается, вы чувствуете его, он вызывает в коже парниковый эффект, и, естественно, как следствие, проблемы с кожей, проблемы с выделением себума, высыпания и так далее. Ни один крем, девчонки, из линейки Нутроэффект похвалить не могу. Не понимаю вообще производителей, пишут матирующий крем, а он жутко жирный, плотный по консистенции вообще. Поэтому крема Нутроэффект ни с одним не подружилась, ни с Би-Би кремами, которые у них есть, тоже пробовала. Ужасные, ужасные крема, которые просто застывают на вашем лице пленкой, жирным таким слоем массы, даже если взять вот каплюшечку, все равно нет. Вот этот матирующий крем Нутроэффект можно порекомендовать разве что возрастной кожи, какой-то там сильной, сушеной, и то нет, нельзя порекомендовать, там такие составы жуткие, поэтому нет, нет, еще раз нет. Крема Нью, они в основной массе своей у меня были в пробниках, очень много в пробниках, и полноразмерки были какие-то, по-моему, тоже по стартовой программе. Ни с одним девчонки не подружилась, тоже жуткие высыпания, все очень жирные, очень питательные, поэтому, возможно, они как-то круто работают на возрастной сухой обезвоженной коже, но никак не на молодую, хотя какая молодая, 35 лет, да, у меня не такая уж и молодая кожа, ни с одним не подружилась, это просто какой-то капец тоже. Ну и составы, ладно, составы мы опускаем, потому что я не сильно к ним придираюсь, если средство работает, ты видишь от него эффект, мне на самом деле все равно какой там состав, честно. Ни с одним кремом не подружилась, жирные чувствуются на лице, не впитываются, поэтому нет, нет, еще раз нет. Ну, про средства для Век и Нью, да, которая там двухфазная, их два вида, один там зелененький кремушек и белый, другой там оранжевый, по-моему, кремушек и белый. Уже многие девчонки протестировали, многие просто в шоке, вроде стараешься наносить на Век и пониже, да, и уже на верхний не наносила, ладно, бог с ним, пониже, прям совсем пониже, считай, уже не на Век и на щеке, и все равно вырви глаз. И какой-то химией начинает пахнуть и разъедает глаза, как будто ты хлоркой где-то убираешься, без перчаток и без всего, и вот это все вдыхаешь, шутка, раздражение, такое ощущение, что ты сейчас опять ослепнешь от очередного средства Avon, и просто капец. Кто пробовал, тот со мной согласится. Я не знаю, есть ли у них любимчики, столько жалоб. Компания Avon не реагирует ни на что, просто. До сих пор в каталогах это средство есть, до сих пор оно продаваемое, оно абсолютно причем не работающее. Знаете, девчонки, я терпела, я терпела несколько дней, дней 5-6. Я думала, может быть, оно вот за счет вот этого термоядерного такого эффекта раздражения, вырви глаз, что ты глаза не можешь открыть, может быть, оно работает круто, и случится какое-то чудо, пропадут синяки, подтянется кожа, да ничего, вообще ничего. Причем старалась уже наносить прямо перед сном. То есть вот ложилась, наносилась, чтобы закрыть глаза и больше их не открывать, потому что это невозможно. Их открыть потом невозможно. Поэтому, капец, конечно, девчонки, кто не пробовал, не надо. Дальше, девчонки, шампуни. Шампуни Naturals, не подошли вообще, ни один, вызывают зуд, появляется перхоть, то есть не перхоть, а кожа шелушится, и вот это вот все типа перхоти сыпется. Волосы выглядят непромытыми, грязными. И то же самое практически с линейкой Advanced Technic. Шампунь тоже ни один не подошел, перепробовала множество. Вроде как они ухаживают, и запах приятный. Но уже даже к вечеру начинается зуд кожи головы, волосы висят как сосульки. Даже если правильно подбирать, да, то есть мы шампунь подбираем с вами по коже головы, по типу кожи головы, не по волосам ни в коем случае. Если у вас кожа головы выделяет много себума, значит мы берем с вами шампунь для жирных волос, шампунь объем, чистота и свежесть или что-то в этом роде, да. Но если у вас сами волосы пожженные, да, и поврежденные, окрашенные, то для самих волос мы уже подбираем бальзам с вами. То есть шампунь берем для жирной кожи головы, бальзам берем с вами какой-то питательный, да, и напитываем кончики и так далее. Даже если так подбирать, все равно ни с одним шампунем, ни с одним средством для мытья волос я не подружилась. Бальзамы как-то вот еще более-менее работают, да, из линейки Advanced Technic, от них такого не заметила. То есть если применять другой шампунь и этот бальзам, то нормально. Ну почему нормально? Потому что он не контактирует с кожей головы. Мы бальзамы на кожу головы с вами не наносим, да, наносим только на длину. Вот, поэтому нет, шампунь тоже ни один для себя в Эйвен не нашла. Кисти, девчонки, не все. Обычные классические кисти в Эйвен более-менее. Но лимитка, ну не знаю, как лимитка, они уже давно в каталогах, в распродажах мелькают, в Outlet бывают частенько. Вот эти вот, вот не берите их никогда, это такая редкостная гадость. Мне кажется, из Китая за 10 рублей можно гораздо качественнее заказать кисть. Гораздо более плотно набита она будет и вообще само качество. Эти синтетические волоски еще, которые бросаются в глаза, если в классической версии какой-то подобие натуральности, да, то здесь прям вот чистая синтетика. Они колят, они неприятны, когда именно носишь. Они так плохо набиты. Я вам показывала, у меня где-то была эта кисточка, не нашла ее еще, чтобы вам видео показать. Я брала для румян и для растушевки, для теней, для растушевки, для теней. Она вообще сделана неправильно. То есть там сама форма даже, если хоть она и набита более-менее, потому что, ну что там надо, там ворс маленький, то для румян это, вы ничего ей не нанесете, еще и лицо можете поцарапать. Вот эти кисти вот, вот не советую, прям не берите, лучше взять классические. Средства длинативной гигиены, это вообще отдельная песня. Опять консультанты, да, и пользователи косметики Эйвен разделились на два лагеря. Кто-то их любит и покупает, кто-то совсем с ними не подружился, как я, терпеть их не может. Ну, во-первых, после перевыпуска они стали жидкие, но это ладно, это полбеды жидкое и нежидкое средство. Это все на самом деле ерунда, лишь бы оно работало. Но такого жуткого раздражения у меня не было никогда и ни от чего. Просто аллергическая реакция практически моментальная, жжение, зуд, покраснение, раздражение, жуть, девчонки. Причем я брала не одно, я думаю, может быть, у меня там на какое-то одно на добавки брала и для чувствительной кожи, там, по-моему, без одушек, да, есть. Нет, вообще нет раздражения абсолютно на все, я не знаю, что они туда добавляют, девчонки. Если бы я хорошо понимала в составах, мы наверняка бы с вами нашли там какую-нибудь гадость, 100%. Поэтому, ну, как средство длинтивной гигиены может быть таким агрессивным, я не понимаю. Никому не посоветую, даже врагу этих ощущений испытать. Следующий продукт, это недавняя новинка, это помада суперстойкость. Вообще декоративка в Эвен мне нравится, много есть очень достойных помад. С тенями, конечно, так себе, много есть достойных тональных основ, пудр и так далее. Об этом я вам расскажу в другом видео, да, в любимчиках. А вот помада суперстойкость, с ней я не смогла подружиться совсем. Девчонки, это пластилин, просто пластилин. И снимается она с губ также некрасиво, то есть кусками отваливается, грубо говоря, потому что это на самом деле пластилин. Она плотная, ее, чтобы нанести на губы, приходится растягивать вот так вот попозже, чтобы более-менее получился слой. Поэтому не советую, девчонки, кто еще не пробовал, лучше ли пробник возьмите или иную нафиг. Новая серия, которая тоже пару каталогов, наверное, в прошлом вышла. Дорогущая, да, типа там вот что-то натуральной косметики. Я конкретно сейчас хочу рассказать про тоник Сибериан, да, фотографию приложу. Про этот жуткий тоник, с которым не подружилась даже моя соседка, у которой сухая кожа. Я думала, может быть, он на мне так работает, вызывает такую липкость, оставляет на лице пленку, а это тоник, как бы с ним весь день ходить, да. Очень гадкий, очень гадкий тоник, очень цены задрали на эту серию вообще. И вот этот даже скраб, который мне понравился более-менее, да, с виноградной косточкой, с виноградиком. Это, в принципе, мицеллярный гель из линейки Нотроэффект, он гораздо лучше работает на лице, чем вот этот скраб. Так что не рекомендую, вообще всю эту серию не рекомендую. Смотрела отзывы, я ее не всю попробовала, но смотрела отзывы, там ни один продукт не стоит своих денег абсолютно. Спрей для тела. Спрей для тела именно из линейки Нейчуралс. Так же, как и спрей для волос, для меня это чистый спирт и антисептик в живом виде. Я как-то взяла с малинки, по-моему, для волос спрей, и он вроде как должен быть увлажняющим. Потом я посмотрела состав, и спирт там на первых местах, и я как-то ужаснулась. Как могут быть средства для волос, еще и увлажняющие, быть со спиртом? Это вообще повергло меня в шок, он у меня до сих пор, кстати, где-то стоит. Его можно использовать, я его так и использую, как освежитель воздуха, и то опять спирт вокруг себя распылять. Это не очень приятно на самом деле. Буду с ним расставаться, потому что применение ему так не нашла. Также спрей для тела из линейки Нейчуралс. Это вообще гадость редкостная. Тот же спирт, который сразу бьет в нос. Когда спирт выветривается, есть одушка, да, есть приятная одушка, с этим не поспоришь. Но с таким количеством спирта лить себе на тело, не-не, зачем нам это? Зачем иссушать свою кожу, чтобы потом ее опять чем-то увлажнять? И девчонки Дейзики, антипреспиранты. Мужский и женский не понравился ни один. Причем женский давно у меня стоял. Зачем его взяла, не знаю, потому что знаю уже, что они мне не нравятся. Они не защищают ни от запаха пота, ни от лишнего пота отделения, да, со своей функцией не справляются. Но что-то вот он у меня стоял, недавно повторил, опять думаю, да, дезодорант у меня мой любимый закончился, попробую Эйвенским попользуюсь. Все-таки у меня такой дикий зуд был в зоне подмышек, да, простите за подробности. Просто зудела, все. Я, ладно, я же, если тестирую средства, я его тестирую, не просто один раз нанесла и сделала вывод, да, мне надо несколько раз обязательно. Я в течение недели, и вот ежедневный вот этот зуд, невыносимый, представьте, как он закупоривает поры, да, кожу подмышками. Потом могут возникать вот эти шишки, опухать лимфоузлы, это же все очень серьезно, рядом грудь у нас. Поэтому нет, дезики Эйвена, нет, нет, еще раз нет, и тоже никому не посоветую, потому что они не работают, а еще и вызывают такой дискомфорт. Ну вот и все, моя хорошая, вот такая подборка получилась. Жду от вас комментарий, жду ваше мнение, какие продукты, может быть, есть у вас или какой-то один прям самый нелюбимый продукт, который вызвал такую бурю эмоций и негатива, пишите обязательно в комментариях, будем обсуждать, делиться мнениями. Надеюсь, я была вам полезна, всем новогоднего настроения, всех люблю, целую, всем пока-пока. Впереди будет еще видео про любимчики Эйвена. Субтитры сделал DimaTorzok